заявлено что это водонепроницаемые противоударный телефон чтобы проверить это ой мы приехали тут на развалины сейчас проверим на самом деле он противоударный лежит но еще работает еще раз попробуем туда сразу камеру направляем готов? погоди еще раз давай еще раз готов? еще раз хватит да давай еще раз отлично ну и что у нас он все еще работает значит можно сказать что он противоударный можно думаю можно а если стеклом интересно камень попробуем попробуем ну так не сильно да ой промазал сейчас еще раз и что мы видим мы видим что он был не противоударный видите да все телефон умер чего и следовало ожидать топить будем? ну теперь то да и так заявлено что он противоударный и водонепроницаемый противоударный мы уже проверили надо было может сначала воду проверять телефон на самом деле работает сломался только этот как он называется дисплей и то не весь видите там картинку немножко видно вот я делаю фотографии и снимаю видео вот смотрите включаю запись видеоролика вот это видео сможете посмотреть в обзоре этого телефона и убедиться что это точно он а никакие не фонтомонтажи а то вдруг кто не поверит ну что попробуем его под воду запихать по любому теперь то ему уже ничего не страшно точнее нам уже терять нечего вот туда запихаем под ту вот воду сегодня что то мне не хочется купаться поэтому я привяжу телефон на веревочку и опущу его вот в тот водопадик вы только что его видели и посмотрим сколько секунд он там продержится последние кадры этого телефона думаю он еще что то немножко вот здесь шевелится видишь какие то буковки циферки на нем написаны повышенное напряжение на зарядном устройстве срочно отключите короче он не водонепроницаемый все он уже не включается смотрите внутрь попала вода вон все затекло может конечно после удара его он стал водопроницаемым но очень сильно сомневаюсь но мы попробуем высушить посмотреть что с ним будет ну и надо же нам из него флешку достать чтобы посмотреть что он заснял что то он как то легко раскручивается я закручивал вроде сильно понятно полной воды так мою симку надо и флешку главное достать остальное не важно давай по гарантии сдадим давай через неделю он будет работать сделаешь макс извини телефона тебе не достанется он немножко утонул и разбился жалко телефончик ну мне тоже немножко жалко мне больше жалко наверное три тысячи а не телефончик все таки свои собственные был бы халявный не жалко жалко еще что надежд не оправдал те которые на него возлагались знаешь что у меня сегодня еще приколола вот я эти болты сильно-сильно закручивал сегодня с утра ну чтобы вода не попала чтобы быть уверенным а когда начал раскручивать ну сразу понятно во первых они уже при открученные были значит резьба либо сорвалась либо ну нифига не держит либо да фиг знает короче полной воды набрался либо слишком большой этот напор воды там был или удалился он там еще под водой во время падения скорее всего когда первый раз ну когда я его на землю кидал да видно что-то повредилось где-то потому что воды сильно быстро он нахватался один раз ME-45 помнишь такой сименс был да помню пули непрогреваемые водонепроницаемые положил в кастрюльку случайно с водой он у меня пролежал часа два я достал кнопки только не работали а дисплей все горел знаешь что я знаю я знаю что этот телефон еще послужит нам мы его еще разберем на запчасти посмотрим что внутри на самом деле 5 мегапиксельная камера там же наверное есть на нем это маркировка но по маркировке выясним и запчасти посмотрим какой процессор внутри я ни разу телефон такой не разбирал говорят горилла глаз не царапается или это может обманули что горилла глаз на нем вот царапит а на нем еще одна защитная пленка есть вот для чего нужно использовать пленки пленка вон вся исцарапана а экрану ничего с ним не случилось ну немножко в нем конечно вода и смотрите даже в камере вода видел да конечно какой он водонепроницаемый вот видишь дыр громко говорите у него сразу и хребнул да он наверное все таки не вода не проницаемый ну всяко вы это выясните он и не противоударный нет ну разбился то вот с какого с четвертого раза с пятого по моему с пятого я вот сейчас жалею что на нем камера не была включена прикольно он бы так падал хотя там наверно ничего видно не было все помелькало как он разбирается на винтиках да вот какие то винтики есть бултики гаечки может включится оба смотри ну нифига себе welcome он скорее жив чем мертв как ты думаешь вот это побитые экраны лично их может отошел ну значит будет продолжение обзора интересно вообще загрузится или это все и максимум что он на что он способен но опять вот волком появилась скоро мы на этот поворот выйдем вот жужжал уже должен скоро прикинь он жив что все он уже построится да вот смотри загрузился я уже в gta уже почти играть могу посмотри может там он тут очков добавит разогнали его разогнали ну вот такие вот полоски это скорее всего да вот сюда куда то прилетел камень и вот это вот сюда полосы вылетели но все равно я считаю очень живучий сколько я его раскинул раза три четыре пять и только когда уже экраном в полную шарахнул тогда да перезидурно да и в м